Пост охраны и шлагбаум при въезде на Нижнезареченскую дамбу появился аккурат перед чемпионатом мира по футболу. Почему парковка платная, никаких объяснений. Просто вот сказали, короче, вот пост, вот тут стоят, там деньги собираю и все. Как говорит сотрудник фирмы, плату он не берет с пешеходов, тех, кто на автомобиле приезжает позагорать на пляж или поужинать в ресторане. А вот посетителям соседнего парка аттракционов придется раскошелиться. А если я захочу проехать туда до конца? Да. Приезжайте, 50 рублей оплачивайте, приезжайте хоть куда угодно. У нас по времени парковка не ограничена просто. Можете хоть на сутки оставлять свою машину. Вы чисто платите за въезд и все. За въезд на дамбу? Да. Как следует из объявления передвигаться на автотранспорте по Нижнезареченской дамбе запрещено федеральным законом, потому как дамба является гидротехническим сооружением. Но если следовать логике тех, кто установил будку охраны, заплатив 50 рублей можно смело нарушать федеральный закон. Вообще-то это нормально или нет? Нет, конечно, это не нормально. Мы тоже обратили на это внимание. То, что здесь пешеходная, получается, аллея и проехала машина. 50 рублей нормальная цена. Будете платить? Я думаю, да. Почему? Но если только за въезд, конечно. А вообще это правильно, что на набережную нужен обязательно платный въезд? Не знаю. Наверное, это все-таки не наше решение должно быть. По официальным данным, Нижнезареченскую дамбу протяженностью 1700 метров еще в прошлом году взяла в аренду фирма КАСТ. За три года в городскую казну она должна выплатить более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Какая фирма взимает плату за проезд на арендованную территорию, неизвестно. На кассовом чеке указан лишь номер ННН. Однако в базе налоговой службы юридического лица с таким номером нет. Не хотят показывать свои лица и хозяева платной парковки. Лена Горбунчикова, Максим Зуйков, Телеканал Ищер.